Украина это безусловно Россия. Дмитрий Анатольевич не уберегли, приболел. Хорошо, что в руководстве России я две старые лошади. Или два старых коня. Ты подлавливайся. Убей его. Лаконично высказался наш президент. Границы России нигде не заканчиваются. Ой, какой я молодец. Мы, конечно, будем проявлять сдержанность, но мы это все запомним. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, я вам отдам вот эти документы. Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. Бред просто какой-то. Спасибо. Пройшло стендап-шоу Путіна, и на сцену вийшов синий клоун Медведев. И, до речи, на этот раз и колор одягу ему подобрали в соответственный. Ну, и действительно, чего приховывать от всех то, что на арене выступает не совсем притомная человек. Нынешняя неонацистская Украина – таран против России. И очередная негодная попытка воплотить в жизнь многовековые мечты Запада. Это так и есть. Так, так, так. Большая часть на выступы этого різнокольорового стендапера была присвячена саме антизахидной риторице, звинувачениям Штатов, клепанию ярлыков на цивилизованную часть мира. Но там лунала и достаточно серьезная риторика, которая много говорит о реальные планы Путіна, и, в основном, свидетельствует о брехливости его заяв. То, что происходит на Украине – это особый случай. Речь не идет о расширении границ нашего государства, Российской Федерации, методом эффективной оккупации. А так называемая Украина в нынешнем виде – это вовсе не то, что на юридическом языке называется «рея купанди», то есть вещь, которая получена путем захвата. Наши действия – это вынужденный, но вполне действующий ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада. Бачите, повертаються до тези «ми там нічого не окуповуємо, а просто боремся с режимом на Заходе и робимо Украину безопасной для нас». И это причем, попри той факт, что Путин ранее открыто называл то, что делает российское войско на нашей земле – «завоюваниями». Навіщо вони роблять зараз, ну, фактичный крок назад, пока мне не зрозуміло. Можливо, это делается, чтобы показать перед выборами Путіна, что их диктатор является миролюбивым и безневинным. Хотя и тут есть нестыковка, потому что дальше Медведев говорит следующее. А уже ж. Ну, с первого Захода Димон ничего не зрозумів. Тому ему довелося явно сделать второй, третий, четвертый, пятый, шестый. А потом он дозахажировался до такого, что понимал, что кордонов у России просто не существует. И что Путин был таки правым. В наших границах точно и лаконично высказался наш президент. Границы России нигде не заканчиваются. А тому сказать, что они ограничены только нашей Украине, не можно в принципе. И это должны быть нашими северными партнерами. Хотя большинство из них это и так понимают. Однако, по-прежнему, там и до сих пор декуда лунают тезы стосовно переговоров с чинным режимом в Кремле и возможностью вгамировать диктатора. Там, в частности, Туреччина сказала, что готова снова быть посередниками. Ну и, в основном, в этой теме уже есть абсурд. Потому что Кремль и говорит, что они всегда готовы говорить. Всегда готовы до дипломатии, до коммуникации. С рота Медведева сегодня вылетела наступное. Никакая формула Зеленского никогда не будет основой регулирования. Мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил. Ах, Димон, никогда не каже ГОП, доки не перестрибнешь. Кто знает, какая ситуация на поле боя будет даже завтра. Но сам факт – Кремль не готовы принимать условия нашего президента и условия цивилизованного мира. Но они наполягают на своем. И в меня есть тут вопрос к стране, которые говорят, что могут быть посередниками. Ну, вы же слышите официальную риторику Кремля. Неужели вы думаете, что диалог с режимом Путяна сейчас может быть на пользу Украине и цивилизации? Это же вопрос риторичное. А теперь вишенька на торте. Медведев каже про Штаты. А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, что происходит. И вероятность того, что в какой-то момент обычный конфликт перейдет в другую фазу. Ну, риторика знакома, правда? Погрозы ядеркою, заявы про то, что Россия воюет с НАТО. Ну, и так и иначе. Все б ничего. Ну, говорят и говорят. Мы это тысячи разов слышали. Но в этом контексте рупор Кремля-Мардан еще где-то 4 месяца тому випадково раскрыл методичку, которую они все получили от Путяна. Послушайте. Мы же с НАТО воюем. Подожди. И вот тут уже цифры. Да не надо никакой прекратить НАТО. НАТО это все для телевизионных шоу. Воювать с НАТО это когда, условно говоря, границу Польши перешли 30 дивизий. Тогда с НАТО. А пока нет. То, что противник оказался гораздо сложнее, чем многим это казалось. И мне, кстати, в том числе. Ну, что ж, так бывает. Та-да-да-дам! Мы воюем с НАТО. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше. Мы уже воюем с НАТО. Сегодня нам противостоит не украинская армия. Нам противостоит весь Североатлантический альянс. Эта война идет не с Украиной, а с НАТО. В том числе и физически солдатами НАТО. Погодьтесь, методичка як Кремля, так и его рупорів явно дала сбий. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Пропагандисти, кремлівські посадовці, нехай там собі брешуть та говорять, що хочуть. Нам главное продовжувати підтримувати силу оборони України. Оскільки лише вони здатні доокупувати нашу територію та перемогти російську нечість на полі бою. До зустріч!